Башкирию, а также всю европейскую часть России и Урал накрыли крепкие морозы. Во многих населенных пунктах столбик термометра опустился ниже 40-градусной отметки. Погода отразилась на всех сферах нашей жизни. Поручаю главам муниципалитетов, Минтрансу, МинжКХ всем ответственным службам организовать работу с учетом погодных условий. А жители республики прошу одеваться теплее, когда выходите из дома, быть аккуратными на дорогах и внимательными друг к другу. Берегите себя. 8 января в Караидельском районе похолодало до минус 48 градусов. На следующий день уже в местные жители зафиксировали несвойственные этим местам показатели – минус 44. А в Уфе 9 января был установлен абсолютный температурный минимум – минус 39 градусов. Расскажите, как справляетесь с морозом? Вот, укуталась, справляюсь. Лучше на улице походить. Глотануть свежего воздуха холодного. Вот, оделись, потеплее побежали. Ну, тепло в душе. Классно, что мороз. Нравится такая погода? Ну, нравится, да. Просто детишек жалко. И птичек. Последний раз когда было так холодно на вашу память? Моя бытность – это было очень давно. Даже не припомню. За 20-30 лет – это самая холодная зима? Нет. А когда было холоднее? Ну, где-то, я помню, в 90-х годах, наверное, было холодно очень. До 50 градусов было морозы. Это не самая холодная зима. Я не помню, когда было холодное. Вернее, время года не помню именно, да. Но было 51 градус в 1 год. Зима есть зима. Она должна быть такой. Ну, ничего. Мы с Урала, народ крепкий, продержимся. Позитивный настрой – это хорошо. Но нужно учитывать, что такие морозы могут привести к обморожению. Об этом жителям региона напомнили в Минздраве Башкирии. Если первая степень обморожения проходит быстро, то третья или четвертая может привести к инвалидности и ампутации. К счастью, таких случаев за эти дни не было. Первый признак отморожения, естественно, у нас ведет к появлению пузырей кожного покрова, также покраснение, пощипливание данного конечности либо другого участка тела. Часто используют люди у нас народные средства, растирание алкогольными, либо использование горячей воды. Это не стоит этого делать, это наоборот ухудшает. В такой мороз отказывает и техника. В Черниковке произошел обрыв троллейбусного провода. Трос упал на проезжающие автомобили. Он повредил лобовое стекло и боковое зеркало. Оборвалась и трамвайная линия электропередачи. Движение трех маршрутов было приостановлено. Если у электротранспорта возникли проблемы, то Башавтотранс сообщил, что у них все под контролем. По Уфе на рейсы не вышли 10 автобусов из 600. Температура повлияла и на вывоз мусора. В связи с аномально низкими температурами наружного воздуха количество вышедших машин на линию резко сократилось. На маршруты выведена вся техника, которая может работать в таких погодных условиях. Просим жителей отнестись с пониманием к данной ситуации. Если по причине поломки спецавтомобиля вывоз не был произведен, в ближайшее время твердые коммунальные отходы заберем в приоритетном порядке. С установлением нормальных температурных режимов вывоз мусора будет выполняться в обычном режиме. Напоминаем, что с вопросами по вывозу мусора вы можете обратиться по номеру горячей линии регионального оператора 8 800 347 80 03. Как отметили уфимцы, на улицах стало меньше машин. Судя по данным портала пробки онлайн, в утренний час пик в Уфе установились пятибальные пробки и всего на 45 минут. Кто-то предпочел общественный транспорт, другие перешли на дистанционку, а у кого-то машина просто не завелась. Машины не заводятся, трудности стандартные, ну и причины в принципе тоже стандартные. Слабые необслуженные аккумуляторы, масло не по сезону залитое. Поменять перед зимой масло по сезону в наших широтах, наверное, это 5 В30, 5 В40. Ну и, естественно, обслужить аккумулятор, по крайней мере, если не купить новый, тогда, по крайней мере, чтобы этот был обслуженный, заряженный, долитое количество электролита нужное. Ну и в такие морозы я бы, наверное, не рекомендовал заводить машину с брелка дистанционно. Ну и, конечно, всем автолюбителям рекомендую в такую погоду возить с собой пусковые провода для того, чтобы, если вы попали в сложную ситуацию, вам могли помочь, потому что не всегда у всех есть они. Холод несет опасность и инженерным сооружением. 8 января жители Демского района остались без горячего водоснабжения из-за аварии. Речь идет о восьми домах по улице Дагестанская. Ремонтные работы начались на следующий день, чтобы ночью не повредить пролегающую рядом трубу центрального отопления. Как морозы отразятся на работе ресурсно-снабжающих организаций? Так в МОПУИС вели режим холод. Назначаются ответственные лица, они дежурят круглосуточно. У нас назначается дежурство из лица уже высшего руководства, то есть это начальники подразделения. У нас увеличится частота обхода оборудования, то есть мы проверяем, как работает оборудование, как работает резервное оборудование, как здания себя ведут в морозы, то есть если где-то надо, мы принимаем меры. Любой товар, он измеряется в количестве. Сейчас на улице холоднее, естественно, мы подаем тепла больше. То есть они оплатят по тарифу за тепло, которое потребили, которое будет показано в общедомовом приборе. Такая же схема работы введена в БАШ-РТС и в Башкирской генерирующей компании. Тем временем министр образования республики рекомендовал возобновить учебный процесс 12 января вместо 10. А вот прогноз синоптиков неутешителен. Во вторник и в среду столбик термометра опустится до минус 29 и минус 20 градусов соответственно. Потеплеет в регионе только в конце недели. На выходных воздух прогреется до минус 10. Андрей Шарыгин, Егор Полторыхин, Виталий Федотов и Андрей Лугоши. Телеканал ЮТВ.